МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Здравствуйте! С вами Полина Бахова. И Рыков Илья. И вы смотрите Утро на канале ОТВ. Встречайте новый день с нами. И сегодня в программе вы увидите... Формирование комфортной городской среды. О благоустройстве Одинцовского округа расскажет наш корреспондент. Значительные изменения. Андрей Иванов оценил качество текущего ремонта в Ледовом дворце Армада. Комфорт и безопасность. О капитальном ремонте многоквартирных домов Одинцовского округа в сюжете нашего корреспондента. Спорт на свежем воздухе. В Звенигороде появятся два новых стадиона. 28 июля 1958 года в Москве на Триумфальной площади открыли памятник поэту Владимиру Маяковскому. Над статуей из бронзы 6 лет работал народный художник СССР Александр Кибальников. Сегодня создана им скульптура памятник монументального искусства федерального значения. О других значимых событиях этого дня расскажем прямо сейчас. 28 июля 1858 года в криминалистике впервые использовали отпечатки пальцев. Одним из основоположников дактилоскопии стал английский колониальный чиновник Уильям Гершель. Когда он служил в Индии, то решил использовать отпечатки пальцев в целях розыска. Чиновник практиковал дактилоскопию при выплате пособий местным жителям. А в 1858 году Гершель предложил применять этот метод в одной из тюремокруга. Так началось использование отпечатков пальцев в криминалистике. На сегодня это самая распространенная биометрическая технология. 39 лет назад, 28 июля, стартовали 23-е Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Талисманом турнира стал орленок Сэм, который символизировал стремление к свободе. На международные соревнования приехали около 7 тысяч спортсменов из 140 стран. Состязания проводили по 23 видам спорта, разыграли 221 комплект наград. Настоящим триумфом оказалось выступление команды-дебютантки из Китая. Спортсмены Поднебесной получили 32 медали, 15 из них – золотые. Благодаря такому прорыву китайцы стали четвертыми в общекомандном зачете. Сегодня в России День пиар-специалиста. В общероссийский классификатор профессий их внесли в 2003 году. С этого времени этот праздник в нашей стране отмечают ежегодно. Название профессии происходит от английского словосочетания «public relations», что в переводе значит «общественные отношения». Сегодня специалисты этой сферы работают над имиджем компаний, создают благоприятные отношения с клиентами, партнерами, государственными учреждениями и инвесторами. Также они работают со СМИ, организуют презентации и различные общественные мероприятия. Также ежегодно 28 июля во многих странах проводят Всемирный день борьбы с гепатитом. В последнюю пятницу этого месяца профессиональный праздник отмечают системные администраторы. 28 июля 1923 года в селе Уразово Воронежской губернии родился советский кинорежиссер Владимир Басов. После окончания режиссерского факультета в ГИКа он стал режиссером и актером киностудии «Мосфильм». Наиболее значимые работы Владимира Павловича связаны с экранизацией русской классики и произведений советской литературы. Но для большинства зрителей Басов – прежде всего комедийный актер, который снялся более чем в 80 фильмах. Он сыграл в таких известных лентах, как «Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам», «Большая перемена» и «Москва слезам не верит». Также 28 июля родились итальянская оперная певица Джулия Гризи, президент Венесуэлы Уго Чавес и первая леди США Жаклин Кеннеди. Три подмосковных города стали победителями 8-го Всероссийского конкурса по благоустройству территорий. Речь идет о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Конкурс, как часть данной программы, проходит по поручению президента России с 2018 года. Города Московской области ежегодно принимают в нем участие при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Напоминаю, что город Звенигород также оказывался в списке победителей. Подробнее материал Алтынай Урумбаевой. Праздник в Центральном парке Звенигорода в самом разгаре. Это точка, место притяжения для всех жителей Одинцовского округа. Здесь обновили входную группу, установили сцену, фонтан, детскую и спортивную площадки, пространство для настольных игр, качели, интерактивные арт-объекты. Но так было не всегда. Благодаря приведенному благоустройству городского парка в Звенигороде этот праздник, Чеховский день в Звенигороде, заиграл для нас новыми красками. Прекрасное расположение площадок, замечательное расположение, уютное кафе, есть где разместиться зрителям, есть где в тиши погулять отдыхающим и замечательная площадка для творческих программ. Подмосковный город Звенигород в 2020 году стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Он проводится по поручению президента России с 2018 года среди городов численностью населения до 200 тысяч человек. Также в конкурсе могут принять участие исторические поселения федерального и регионального значения. В этом году победило 800 проектов. Три из Московской области. Сразу три наших проекта из Егорьевска, Ходькова и Каширы победили на восьмом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На этих территориях появятся новые современные места притяжения жителей и туристов, где можно будет проводить время, отдыхать, заниматься спортом. На все это мы получим в том числе финансирование от федерального правительства. Города Одинцовского округа регулярно участвуют в программах по комплексному благоустройству дворовых территорий. При проведении работ администрация всегда учитывает мнение местных жителей. Я вижу, как постоянно что-то там улучшается. Даже вот в последнее время, может быть, для кого-то это не так важно, но мне, например, круто, что я шла, и тут я увидела, например, очень классную кофейню. Вот, там раньше была только одна, теперь их огромное множество. И, знаете, появляется ощущение, что ты даже на несколько часов оказываешься в отпуске. То есть вот ты просто как бы отключаешься, ты просто идешь по прекрасной аллее, тут же у тебя какой-то классный кафетерий, ты можешь взять перекусить, дальше идти общаться, и я отдыхаю там. Положительная оценка жителей понятна. С каждым годом города Подмосковья становятся только краше. Всероссийский конкурс – это лишь одно из направлений для преображения территорий. Красота наших городов и комфорт жизни, в том числе, зависит и от нас самих. Алтынай Урумбаева, Ольга Дмитриева, телекомпания Одинцова. Готовность ледового дворца «Армада» к новому сезону проверил Андрей Иванов. Он оценил качество текущего ремонта. Почти за год здесь сделали немало, начиная от замены хладоносителей обоих ледовых полей и заканчивая ремонтом входной группы. Какие еще преобразования произошли во дворце «Вечного льда» и «Холда» в нашем сюжете. На этом льду воспитываются чемпионы по фигурному катанию и хоккею, проходят тренировки для детей и взрослых, любителей и профессионалов. Для этого ледовый дворец «Армада» постоянно совершенствуют. Результаты текущего ремонта осмотрел Андрей Иванов. За последний год здесь заменили холодный центр и хладоноситель обоих ледовых полей. Резиновое покрытие и усовершенствовали раздевалки. Монтаж современной системы для заливки полей теперь позволяет создать лед с нужными характеристиками. Как следствие, качество покрытия будет на высшем уровне. Также полностью отремонтировали входную группу, заменили гранитное покрытие на крыльце. Усовершенствовали парковочную зону. Сняли полностью асфальт и положили новый. Сделали разметку, поставили паркоматы, поставили входную, ну, въездную группу, шлагбаумную. Этой стоянкой пользуются родители, которые приезжают вместе с детьми. Этой стоянкой пользуются родители, клиентки, да, и жители. Запастись силами и подкрепиться спортсмены и гости дворца теперь смогут в добром кафе. Со временем ассортимент продукции в нем будут корректировать с учетом мнения посетителей. А ледовый комплекс уже полностью готов и ждет их с нетерпением. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». В Подмосковье пройдут всероссийские соревнования «Школа безопасности». В августе на них сразятся более 150 школьников из разных городов России. Игры пройдут на территории пожарно-спасательного центра в деревне Опаринки. 16 команд продемонстрируют знания в рамках учебного предмета ОБЖ. Ребятам предстоит жить в полевых условиях. Сильнейшие будут соревноваться и на маршруте выживания. Это комбинированная пожарная эстафета, конкурс поисково-спасательных работ и другие дисциплины. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. Жители Подмосковья смогут оформить медицинский полис через цифровые МФЦ. Он оформляется на едином портале всего в пару кликов. Доступ к порталу есть на всех рабочих местах в цифровых зонах МФЦ. Их в регионе более 800. Оформить цифровой полис ОМС можно, если изменился регион страхования, надо сменить страховую компанию, приостановить или возобновить действие полиса, или, если необходимо, получить его впервые на себя или ребенка. Для этого граждане должны авторизироваться. Если нет подтвержденного ЕС и А, необходимо обратиться в окно приема документов с паспортом и с НИЛС. Зарплаты соцобслуживания в Подмосковье увеличили. А именно проиндексировали зарплаты сиделок, реабилитологов и психологов. Перерасчет сделали с начала года. В результате заработную плату в увеличенном размере уже получили 6 тысяч сотрудников. Денежная доплата поступила работникам за 7 месяцев. Сборная Коломны выиграла Кубок губернатора Московской области по велоспорту. В программу вошли соревнования по 23 видам спорта, в том числе 4 вида для людей с ограниченными возможностями здоровья. В Кубке губернатора участвовали как профессиональные спортсмены, так и любители. Коломенцы прошли все этапы и заслуженно вышли в победители общего зачета. В Московской области реализуется самая масштабная на территории России программа капитального ремонта многоквартирных домов. Проект под особым контролем губернатора Андрея Воробьева. Глава Подмосковья отмечает, цитата, «Неважно, какого года дом, он должен быть комфортным и безопасным». Тему продолжит Алтына Урумбаева. Наше жилье – это ворота в город. Так отзываются люди о своем доме по адресу Маковского, 10. Его построили в городе Одинцово в 1985 году. Тема капитального ремонта стала актуальной здесь только 9 лет назад. Строители установили 12 новых лифтов, отремонтировали подъезд и утеплили фасад. Дом снова новый, за такие ворота в город не стыдно. Во-первых, у нас были проблемы со швами, у нас подтекали швы, в холодные дни продувалось это все. Сейчас эта проблема решена, эстетически, конечно, замечательно, но и функционально. Стало теплее, угловые квартиры, вот мне в нашем подъезде конкретно люди жаловались на то, что им там дует какие-то трещины. Сейчас этого нет, люди все вроде как довольны. Уже не такой холод в квартирах, особенно зимой. Так что жалоб нет, и я так считаю, что люди довольны. Многоквартирный дом отремонтировали в рамках программы капитального ремонта. Это самый масштабный проект на территории России. Только в 2022 году в Московской области привели в порядок 3849 домов. Свои жилищные условия улучшили порядка 500 тысяч семей. Первое, на что люди обращают внимание, выходя утром из своей квартиры – состояние подъезда и лестничной площадки, лифта. Неважно какого года дом, он должен быть комфортным, безопасным и чистым. В 2023 году мы планируем капитально отремонтировать 1100 таких домов. Строители ведут работы масштабно. Только представьте, до конца года заменят 450 лифтов, а в 779 домах улучшат газовые системы. Также рабочие укрепят фундамент и приведут в порядок места для колясок. Подрядчик обычно укладывается в сроки. Сотрудники компании трудятся быстро и качественно. Все зависит от количества этажей в подъезде. Если такой большой подъезд, примерно где-то у нас месяц уходит на него полностью сделать. На маленький, соответственно, от двух недель. Все зависит еще от состояния подъезда изначально. То есть, если там работы по замене плитки, то они больше затягивают. Программа капитального ремонта в Московской области рассчитана на 35 лет. За это время отремонтируют рекордное количество жилых зданий. Цифра 44 118 домов звучит фантастически. Но это реальность, в которой населению Подмосковья станет жить еще комфортнее. Алтына Урумбаева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». На станции Крюково в Зеленограде построят вокзал МЦД-3 в рамках программы развития территорий, прилегающих к диаметрам. Всего в утвержденном проекте запланировано строительство 42 тысяч квадратных метров недвижимости. В итоге территория станет полноценным транспортным узлом. Он обеспечит комфортную пересадку между разными видами транспорта. Другие новости Москвы прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей Собянин расширил программу реконструкции столичных поликлиник. На встрече с врачами было принято решение включить в программу 140 медучреждений, которые морально устарели. В течение двух лет полностью обновят амбулаторный фонд Москвы. Его оснастят оборудованием и логистикой по новым стандартам. По итогу первого и второго этапов программы реконструируют 341 здание. Столичные власти утвердили проект реорганизации территории в Нижегородском районе Москвы. На участке между шоссе-фрезер, Басовской улицей, Перовским шоссе и Первой фрезерной вместо устаревших складов построят современные жилые кварталы, в том числе для переселения по программе реновации. Рядом будут две школы, детский сад, спортивно-развлекательный центр и офисное здание. Также реорганизация участка позволит создать почти 6,5 тысяч новых рабочих мест. В Москве построят еще один парящий мост. Он станет флагманом огромного дворопарка в экоквартале, расположенном вблизи ботанического сада. В центре дворопарка появится площадь с фонтаном и елью, игровые, спортивные и смотровые площадки с видами на ботанический сад. Далее в программе. Спорт на свежем воздухе. В Звенигороде появятся два новых стадиона. Помощь неравнодушных. Одинцовские активисты Единой России встретились с женой военнослужащего и передали посылку в зону СВО. Новости Афиша. О развлекательных мероприятиях в округе на предстоящие выходные. Расскажем в нашей рубрике. В Звенигороде появятся два новых спортивных стадиона. Там смогут заниматься как дети, так и взрослые. Депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков проверил ход строительных работ на объектах. Екатерина Крамор с подробностями. Волейбольная площадка и две площадки с тренажерами и воркаутом. А еще замена покрытий и обустройство беговых дорожек. Совсем скоро на территории Веденской школы в Звенигороде появится современный спортивный стадион. Стадион будет работать по губернаторской программе «Открытый стадион», который будет доступен не только для школьников в учебное время, но и во внеучебное время будет доступен для всех жителей нашего округа. Еще один спортивный объект реконструируют в микрорайоне Супонева на территории школы «Квантум». Здесь будет футбольная площадка. Также в первой школе имени Пронина идет ремонт девяти санузлов с дальнейшей заменой плитки и оборудования. Депутат Московской областной думы от «Единой России» Дмитрий Голубков проверил ход работ. Также те реконструкции, которые проходят внутри школьных ремонтов, это помещения, которые планируются к реконструкции, пока дети на каникулах от школы будут приведены в порядок. Сегодня мы проверили несколько объектов, работы идут и будут выполнены. Все работы закончат уже к первому сентября. В Петербурге пройдет главный военно-морской парад 30 июля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Мероприятия проведут в день военно-морского флота, а в конце праздника будет дан артиллерийский салют. В прошлом году в параде участвовали 3,5 тысячи военных, более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна. О других новостях России расскажем в следующей рубрике. Президент России Владимир Путин распорядился обеспечить в этом году открытие филиалов Международного детского центра «Артек» в Севастополе и Запорожской области. Поручение адресовано правительству нашей страны и должно быть выполнено до 1 августа. Президент также поручил выделить из федерального бюджета на эти цели 260 миллионов рублей. Питерский «Зенит» получил предложение от Фоменго из Рио-де-Жанейро на 15 миллионов евро. Бразильцы хотят выкупить полузащитника Клаудиньо, но питерцы предложение отклонили. Игрок пока остается в команде и ждет окончательное решение клуба. За «Зенит» он выступает с лета 2021 года. Контракт у полузащитника истекает в июне 2027-го. Клаудиньо двукратный чемпион России в составе «Зенита» и его признали лучшим футболистом нашей страны в сезон 2021-2022 года. Глава Ингушетии предложил запретить бракосочетание, если нет справки об отсутствии ВИЧ-инфекции и наркозависимости. Появятся штрафы для родителей жениха, которые скрыли наркозависимость сына. Дело все в том, что в Ингушетии участились случаи расторжения браков. Молодые семьи распадаются из-за употребления наркотиков и психотропных веществ. Глава республики поручил министру по внешним связям вместе с духовенством Ингушетии проработать вопрос о введении такого запрета. По заявлению министра, власти будут тщательно проверять подлинность справок. С момента начала специальной военной операции сбор гуманитарной помощи приобрел огромные масштабы. Участие в нем принимают все неравнодушные. Одинцовские активисты «Единой России» встретились с женой военнослужащего, чтобы выразить благодарность и передать необходимые медикаменты в зону СВО. Материал Раиса Киян. Майор медицинской службы Сергей Цой с февраля прошлого года служит врачом на СВО. Его жена Наталья Сайганова всячески поддерживает супруга и участвует в сборе гуманитарной помощи для российских солдат. Раньше отвозила посылки сама, сейчас этим занимаются волонтеры. В этот раз Сергей рассказал, каких лекарств им не хватает. Хочу сказать огромное спасибо и от медицинского батальона 195-го, и от себя лично, потому что вы всегда именно по списку и все самое нужное собираете, ничего лишнего. Наталью пригласили в местное отделение «Единой России». Парламентарии помогли со сбором и отправкой необходимой посылки. Мы в меру наших сил, конечно, с удовольствием поддерживаем. И вот сегодня из вашего списка часть вот этих медицинских приспособлений, гекарств, мы передаем. Ну и надеемся, что до конца победы мы так и будем с вами. Будем помогать, конечно. С начала боевых действий сбор гуманитарной помощи приобрел огромные масштабы. В формировании таких посылок принимают участие все неравнодушные. И партия, и фракция депутатов Одинцовского городского оборудования постоянно занимается сбором гуманитарной помощи, средств для оказания различной помощи, начиная от жителей Донбасса, детей, ремонт, просто дальше, и, конечно, бойцам особо. Несмотря на все переживания и тяжесть расставания, Наталья старается не падать духом. Воспитывает двоих детей, и они все вместе ждут папу домой. Раиса Киян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». В этом году отмечают 150-летний юбилей великого русского композитора Сергея Рахманинова. Жители и гостей Одинцовского округа приглашают насладиться его великими произведениями в гостеприимном музее Танеева в Дюдьково. Там прозвучит концерт известного пианиста, доцента Московской государственной консерватории Михаила Лицкого. Мероприятие пройдет в эту субботу, 29 июля, в 2 часа дня. О других развлекательных программах округа на предстоящие выходные расскажем в нашей рубрике «Новости Афиша». Здравствуйте! Вы смотрите рубрику «Новости Афиша». О самых интересных культурных событиях в округе прямо сейчас. Встречайте последние выходные июля с нашей подборкой культурных мероприятий в округе. В субботу, 29 июля, в Театре сказок Парка Захарова пройдет игровая программа «Час настольных игр». Она понравится всем любителям кубиков, шахмат, детского домино и других популярных игр. Это отличная возможность занять группу детей, а также хороший способ развить их коммуникативные навыки. Желающих ждут в 12 часов. А в 13.00 там же пройдет мастер-класс «Поделка своими руками». На творческом занятии вы сможете изготовить симпатичную поделку на любую тему из различных материалов. Цветной бумаги, картона, ткани, фетра и других. Цвет бабочки в Лесногородской библиотеке имени Новикова также ждут любители творчества. Видео-лекторий и мастер-класс по изготовлению поделки поможет узнать, какими бывают порхающие красавицы. Гости сами создадут своих необычных бабочек. Начало в 3 часа. Танцевально-конкурсная программа «Ретро-дискотека» начнется в 17.00 в Больших Веземах в Сквере Победы. Во времена Советского Союза и на постсоветском пространстве вечера танцев имели большое значение. Там не только встречались с друзьями, танцевали большими компаниями, но и знакомились, влюблялись. Приглашаем всех жителей и гостей Больших Везем погрузиться в атмосферу дискотек 80-х и 90-х годов. Вас ждут любимые мелодии, зажигательные танцы, веселые конкурсы и призы. 30 июля в воскресенье в Театре сказок Парка Захарова в 12 дня пройдет развлекательно-познавательная программа «Приключения с Анфиской. Народный календарь июль». Она включает в себя загадки, песни, викторину. Дети вместе со взрослыми получат заряд хорошего настроения. Там же в час дня пройдет увлекательный мастер-класс для детей и взрослых. Вы научитесь мастерить бабочку из листьев, елочку лесовую из еловых и сосновых шишек, бусы из рябины и многое другое. Вечера добрых встреч состоятся на центральной площади Одинцова, где можно будет насладиться музыкальной программой духового оркестра. Начало концерта в 5 часов вечера. Отдыхайте насыщенно, и тогда полученного заряда положительных эмоций хватит на всю неделю. В американском штате Вирджиния рыбак выловил черную щуку-мутанта. Она отличается от других представителей этого вида тем, что рот у нее синего цвета. В департаменте дикоприроды объяснили эту особенность редкогенетической мутации. Мужчина уверен, что такие уловы случаются один раз в жизни, и сохранил уникальную 30-сантиметровую щуку себе на память. В будущем он планирует сделать из нее чучело. Другие новости мира смотрим прямо сейчас. Моряк с собакой около 100 дней прожил без еды и воды в Тихом океане. Их судно настиг шторм во время путешествия из Мексики во Французскую Полинезию. После чего они дрейфовали по океану, питались сырой рыбой и пили дождевую воду. В итоге путешественников нашли при помощи вертолета и эвакуировали. Сейчас моряк и его питомец чувствуют себя отлично и точно еще долго не забудут такое приключение. Буйные барсуки размером с собаку напугали мужчину в Великобритании. Необычная история случилась с мужчиной, когда он вернулся после отпуска и обнаружил пропажу домашней кошки. Во время поисков любимицы он наткнулся на пару диких барсуков размером с английского бульдога. Мужчина хотел их сфотографировать, но животные начали за ним погоню. Британец спасся, но предостерег всех в своих соцсетях о том, что к диким животным лучше не приближаться. В Китае фермер разводит скот на балконе многоквартирного дома. Мужчина недавно переехал из деревни в крупный город и привез с собой семь бычков. Все необходимые условия он создал для них прямо в квартире. Соседи необычного фермера не раз жаловались на постоянное мучание и запах, а другие отнеслись с пониманием, аргументируя это тем, что он не мог оставить своих питомцев в деревне. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет дождливая погода. Температура воздуха днем 21-23 градуса тепла, ночью 15-17. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 88%. Геомагнитное поле неустойчивое. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках, а также следите за новостями в телеграм-канале «Про округ». А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале «Про молодежь». Если же вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который вы видите на ваших экранах. Ну а мы увидимся завтра в это же время. Желаем вам хорошего дня. Отличного дня, отличного настроения и успехов в работе. До свидания. До свидания.